не спрашивает ничего Добрый день Так, подождите пока Так, подождите пока Так, добрый день Кто вы такие? Здравствуйте, Игнатий Тихонович Я из Краснодарского края Станица Федоровская Так Ну, с вами уже хотел побеседовать Все некогда А как вы узнали про нас? А, ну как У нас интернет расширенный уже По всей стране Вся страна Занимается этим уже Удивительно, конечно Что вы в таком возрасте Как бы развиты С молодежью идете в ногу в ногу Так, я слушаю Вот у нас все записывается Выставляется в интернет, вы не против? Конечно не против Я смотрел все ваши видео А что тут такого? Так, я попрошу прислушаться Сразу скажу Что не только это что-то Мы не допускаем, чтобы при нас курили Ни одного Ни одного, чтобы плохого слова Тут у нас не было Не, не Мы христиане Ну, понятно Питье свое Отложите пока Не пейте Я слушаю вас Говорите Понятно Вот Вот Смотрю ваши Ролики Вы Вот Живете в самом Барнауле или в Потеряевке? Летом В Потеряевке 4 месяца А сейчас я в Барнауле А А я думал Вы постоянно будете В Потеряевке Там живут те, у кого Земля Огород и проще А у нас то Ничего там нету А А потом Вы Потом Уезжаете Да Володя Пораньше уезжает Месяца на полтора-два А потом я 10 июня И до 10 октября Я понял Понятненько Ну а так вообще Как здоровье у вас? Какое здоровье? А что такое здоровье? Живу Дышу Благодарю Бога Самое главное Встречаются там Пенсионеры А чем болеешь? Я говорю А что это такое? Что не значит? Моя мама на смерти Все правильно Моя мама не знала В какой стороне сердце находится Сердце где? В какой стороне? Груди В груди Где-то там Да Все правильно Молодцы Вот в таком возрасте Молитесь И Как бы В таком возрасте Мало людей найдешь Таких активных Позитивных И Потому что Ленятся Знаете Возраст зависит от того Как ты востребован Если человек никому не нужен Его пинают все Ну ясное дело Ему только скатиться под горку А если тебе нуждаются Зовут И ты работаешь со всеми Я вот застрял Где-то на возрасте Тридцати лет примерно Я не могу выйти в свой возраст Да Девятый десяток пошел Сейчас вам Сколько вам сейчас? Восемьдесят первое Восемьдесят первое Восемьдесят первое У меня дедушки Staff Да 87 Моему дедушке Понятненько Ну я смотрю Вон у вас прибавляется Прибавляется Люди Ну да Просмотр у меня в YouTube 43 миллиона А я смотрю Я подписан на вас И как новый только ролик выходит Я всегда раз и смотрю Так сейчас у меня А то у меня там утренний завтрак готовится Кашу варим молочную Видите в чем дело Один мне и говорит Я просмотрел все ваши ролики Я говорю а когда вы начали смотреть Да уже года три Я говорю если каждый день по одному часу будет То тебе надо ровно 13 лет Если каждый просмотрит 17 тысяч роликов Вот мне знаешь Игнатий Тихонович Вот один вопрос Почему у нас в Краснодарском крае Есть блогеры которые занимаются Я считаю они добрым делом занимаются Занимаются Нашу полицию Наблюдают Снимают Они все там убери камеры Вот неправильно паркуются Они это все снимают Все видео вылаживают Вот почему у нас Наш Как говорится Русский народ Христианин Да вот верующий в Бога Почему они боятся этого Вот мне этого не понятно Их спрашивать надо Я за них как могу отвечать Значит они что-то за собой Значит они что-то за собой чувствуют Может быть и чувствуют Ну Ну так А больше как еще понимают Ну так что Надо их спрашивать Почему они так вот Они живут чужой жизнью Они в этом не участвуют Вот допустим Если мы что-то делаем Допустим я начальник детского лагеря Мне надо собрать детей Откуда Я сам должен давать было объявление Теперь Сам должен увезти детей туда Где транспорт взять Автобусы Теперь Туда привезти Там Ну все Там надо строение сделать Чтоб были матрасы Одеяния Интересно было Кормить Готовить Вы понимаете Сколько за этим всего А я 45 лет Начальник лагеря Который Господь позволил мне основать Да еще 3 года сейчас По другому формату работаем А по каким условиям вам не Дали разрешение Дальше Деятельностью Этой заниматься У вас же все было нормально У вас же все Организовано Это все было Ненормально Они найдут что ненормально Ну допустим так 9 ребятишек утонуло В самом озере В Карелии 9 ребятишек Ну я слышал Да я помню В детском лагере После вот этого момента Президент Владимир Владимирович Путин Дал проверить все лагеря А мы знали что будет Вот они приезжают Ну понятно Они должны проверять Потому вот 45 лет Такого лагеря даже нет Только православный И как дети Больные? Нет Погибшие? Нет Приезжают из года в год? Да Дети довольные? Да Учим их Занимаемся Купаются Там на лошади ездят На лодке катаются И мне это надо Мы православные Для них это кость в горле И вот они начинают Осматривают Ну не к чему привязаться А у вас тут печать не стоит На вашем уставе Да зачем я на моем уставе? Это наш устав Кому я понесу? Печать не стоит Ну да Дальше Они начинают Вот у вас должно быть Куда отходы? А с кухни делать? Должна быть яма Должна быть огороженная Закрываться Я говорю У нас отходы Все забирают деревню У них свиньи Они кормят-то Должно быть Я яму выкопал Выкопали Яму огородили Туда ничего не бросили Ни одной кожурки Так и заросло Но они мучаются У меня пол Как на корабле На земле Лежат Плиты такие Железные И кастрюлька Упала покрышка И эмаль На ноготок отбитая Сразу записывает На крышке кастрюли Эмаль отбитая Эмаль отбитая Она ничего-то повлияла Нет Лошадь пасется На берегу Там высокого Холм И она на берегу пасется Она не подходит туда Но лошадь оправляется И от нее моча Попадет в озеро И это вредно Ну как в озере Она может вредна быть Там Сколько она В ведро оправится Нет Дальше У нас баня Из бани Мыло моется Куда стекает Она стекает В другом конце озера А это мыло А мыло оно разъедает И дети Мылом труд тело А там получается Одна трехмиллионная доля Только в озере Как оно может Еще нету Нету Но нельзя На их стороне Кто-то Они останавливают Деятельность Якобы У меня опыт огромнейший Я вижу Работать нельзя На их стороне Полиция Прокуратура КГБ ФСБ Работают Они дают Пожарные приехали Ничего нельзя сделать Поэтому я объявил Арасфортировать И переходим В другой формат Купили несколько домов И в этих домах Теперь приезжают в гости А теперь они в дом Войти уже не могут Да На их стороне Как говорится Закон И мы ничего не можем сделать Этим законом Так нужно говорить Беззаконный закон Да Беззаконный Ну бог им судья А вот они мне предписали Что-то Допустим А у вас есть спасательные жилеты Есть А сколько То есть они Да они не положено Огорожено Где купаться Там Со старшими На лодке Ничего А у вас Сколько жилетов Я показываю Жилеты Обмотаться Можно плыть С корабля А ты Таник даже не утонешь Им не это надо Они говорят Вот это вот Вот потому-то Вы виноваты Распишитесь Я не расписываюсь Ах не расписывайтесь Они подают дело в суд А суд накладывает штраф Один или полтора миллиона рублей Какие Когда у меня пенсия Восемь тысяч Сто сорок один рубль Тридцать три копейки Я где возьму Но интересно Первый раз У них была осечка Суд не вырешил Их пользу Они просят Чтобы лагерь Приостановил деятельность Три месяца Вперед Девяносто дней А я его на другой день Уже расформировал Они бьют пустое место Лагеря нету Надо опережать события На несколько шагов Быть профессионалом Есть такой фильм Профессионал Французский Не, не смотрел я Посмотрите Обязательно Разведчика забросили А его свои же выдали И дальше Как он начинает Все делать Должен быть профессионал В высшей категории Тогда враги Что делают Они только думают Вот у нас было тогда В 98-м году 15 комиссий краевых 15 комиссий Они никому не говорят Тайны А это у меня звонок был Оооо Это не хорошее дело Я просто с телефона Игнатий Тихонович У меня нету Это самое Ну ладно Давайте какие вопросы Что у вас есть Компьютера Да так в принципе Особо таких вопросов нету Просто хотел Увидеть вас Как бы Более вживую Батюшка тоже Да в Барнауле живет? Нет он в деревне Там в деревне Да трудится? Он приезжает Одно воскресенье там служит Суббота и воскресенье А другое здесь Все время вот так А у вас У вас тут церковь еще Да в Барнауле? У меня церковь Храм здесь Здесь и молимся Здесь алтарь Тут и митрополит Приезжает Служит у нас Патриархат Ааа Московский? Да Московский патриархат Угу Очень хорошо Конечно может Вот на следующий год Может буду в Барнауле Может тут посещу Вашу церковь Если все получится Просто так никак Надо сначала договориться Разрешим Нет И у нас определенные условия Поставлены Вот недавно Один кто-то поехал Приехал И приехал Вылез Никого не предупредил Зимой вообще запрещено И он где ночевал Там где Вокзала нету Ничего нету Он сел в степь И он там ночевал На какой-то скамейке А градусов 40 мороза К нам двое Едем на разные стороны Уже два трупа нашли Нам зачем это все? Ну да А другой где-то В кусты залез И там весной Только вороны обнаружили У нас в уставе написано Без разрешения нельзя Вот вы даже зашли Это неправильно Вы даже сначала Было мне написать Но я в конце Сейчас поговорим Я вам скину данные наши Какой порядок? И порядок оттуда Вам просто даже позвонил Узнать Просто Ну пообщаться Не пообщаться Зачем сначала Разрешение? Он должен узнать Свободен я или нет У меня же своя жизнь У меня вот я сегодня Встаю каждый раз Во втором часу ночи Я уже здесь сижу Каждый день 14-16 часов за компьютером А человек звонит А я не могу принять У нас идут занятия Поэтому у меня определенный Понятно Вы работаете за компьютером Получается вы работаете за компьютером Или просто свое время Просто проводите? Как это провожу? Еще себе Вот сегодня я выставил За один день 32 ролика Это Вы понимаете сколько? Вот ответ сейчас Праздник Я знаю Вы все Все ролики свои Я только что статью написал И разослал Статью Большую О празднике Потому что Они правильно понимают Не знают происхождение И прочее Понятненько Ну ладно Сейчас я несколько материалов Вам скину сразу Так что не отходите В течение 5 минут Я материалов 5 скину вам С Богом Давайте И вас так же Всего хорошего Отмечайтесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому